Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. В студии Ирина Ромбальская. Ноев Ковчег на 6 часов. Совсем не мифический потоп обрушился сегодня на жильцов 111 дома на улице Плеханово. Из пустой квартиры на седьмом этаже лилась вода. Вооружившись ведрами и даже трехлитровыми банками, соседи всех этажей ниже спасали свое имущество. Виновников нерадостного события найти не смогли. Во время потопа никого из жильцов 96-й квартиры дома не оказалось. Справляемся, ну вот, подставляем бедра и просто ее собираем. Но ее настолько такое количество, что забрать ее просто невозможно. У нас ноутбук, он просто его залил, сразу тут хлынуло, и ноутбук лежал здесь, и оно вот просто его залило. Ну, планшет и телевизор я успела как бы спасти. Как результат, не только бассейн в квартирах, но и несколько дней без электричества. Единственное, чем помогли жильцам тонущего подъезда коммунальщики, спустя несколько часов самого настоящего бедствия в доме перекрыли воду. Куда ведет новый поворот на улице Оладовых? Какой маневр разрешили водителям в заводском районе? И кто учит столичных школьников в правильной езде на велосипеде? Ответы на вопросы у нашего дежурного по городу Анастасии Винчо. Поворот в никуда водители на улице Оладовых никак не могут разгадать этот дорожный каламбур. Необычный перекресток расположился неподалеку от 13-го дома. Повернуть здесь направо автомобилистам предлагает и светофор, и специальный дорожный знак. Но дорога буквально через пару метров превращается в непроходимые джунгли из сорняков и полевых цветов. Пешеходам, в свою очередь, приходится бессмысленно ждать разрешающего сигнала светофора, чтобы попасть на другую сторону дороги. Планируют, по крайней мере, сад и школу построить. Когда это будет, это неизвестно. То есть уже ждем сколько? Будет три, наверное, и пока. В ожидании. К слову, разгадка проста. Так автоинспекция решила заранее приготовиться к строительству социальных объектов. А пока работы не начались, горожане вовсю потешаются над, в буквальном смысле, полевыми условиями. Плюс одна возможность на маневр. Теперь на пересечении улиц Ташкентской и Хрупской поворачивать налево можно сразу с двух полос. Ранее этот несложный маневр можно было выполнить лишь с крайней пятой полосы. Из-за чего в направлении Серебрянки постоянно собирались большие автомобильные очереди. Теперь двигаться прямо и налево можно и с четвертой полосы. Небольшая корректировка в организации дорожного движения в несколько раз уменьшила часы ожидания для столичных автолюбителей. Сделали поворот. Это очень удобно для водителей. И для транспортных средств тоже, общественного пользования. Безопасность прежде всего маленьких минчан научили правильной езде на велосипеде. Конкурсы, викторины и, конечно, памятные подарки. Ученики 174-й гимназии сегодня стали участниками акции «Вместе за безопасное лето». Автоинспекторы не только рассказали ребятам, как правильно вести себя на дороге, но и провели мастер-класс по правильной езде на велосипеде. К слову, с начала года в столице произошло 31 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. Госавтоинспекция провела занятия с малышами, которые находятся в лагере возраст от 1 до 3 класса. Рассказали им, как нужно вести себя пешеходом на дорогах, как нужно переходить улицу, как необходимо вести себя на велосипедах. Мне очень понравилось кататься на велосипеде. На вопросы мне было сложно отвечать. Ваши видео, факты и звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт «ТВ.БО» в разделе «Форум», звоните по телефону горячей линии «Единица 600-700». И помните... Нам нужны подробности! Готовься они летом. Столица на 50% готова к зиме. В городе продолжается плановое отключение тепловых сетей. Ведется их испытание повышенным давлением. Всего в этом году планируют отремонтировать порядка 70 километров теплосетей. Уже 1 октября все здания жилфонда должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Полно работы также у дорожных и жилищно-коммунальных служб. Они запасают песчано-соляную смесь, готовят снегоуборочную технику. Мы еще в апреле рассмотрели вопрос на исполкоме о завершении отопительного периода и о подготовке к следующему 2014-2015 года. Надо отметить, что у нас с каждым годом количество аварийных ситуаций уменьшается. Это результат хорошей подготовки межсезонной. Ремонт меняет маршруты. До конца июля движение транспорта на некоторых столичных улицах будет ограничено. Сегодня на неделю закрыли улицу Интернациональную от Энгельса до Янки-Купалы. Только 24 июля откроют участок дороги в районе пересечения улиц Корж-Саблина и Тургенева. До 30 июля минчанам придется объезжать улицу Кальварийскую от путепровода до Гусовского. До 1 августа из-за ремонта теплокамеры закрыта улица Альшевского. Кроме того, до конца месяца движение будет ограничено на улице Мирной. Мини-сад для максимального уюта. В следующем году минчан порадуют интересными композициями из многолетних растений. Высокорослая туя, нежно-сиреневая глициния и ароматный можжевельник не только станут достойны заменой однолетним растениям, но и позволят увеличить количество столичных зон отдыха. А изюминкой в оформлении города станут новые сорта растений – бегония бик и корневая бегония. Уже сегодня мы начинаем работать на цветочном форме следующего года. И задача поставлена перед нашими организациями. Мы обсудили, что необходимо где-то начать применять новые европейские тенденции, то есть внесение таких вот маленьких мини-уголков именно из многолетников для того, чтобы создавать зону отдыха. Это вполне возможно скамейка и маленький мини-садик. Основная идея – это создать непрерывное цветение, если это из многолетников цветущих, либо подобрать так по структуре листья, чтобы круглый год было красиво. А как меньшане оценивают цветочное оформление города, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. У нас в городе очень много цветочков и кустиков и всего по сравнению с другими, с Россией, даже с Польшей. Цветов там точно столько нет. Сейчас приблизительно везде, мне кажется, одинаково. Более-менее стараются наши жилищно-коммунальные хозяйства на это уделять внимание. Деревьев тоже, парков, детских площадок, ну в общем всего. Минск, он достаточно зеленый и цветов сейчас заметно больше стало, чем, наверное, в предыдущие какие-то периоды. Может быть, поискать какие-то другие формы. Мне, допустим, нравится в этом году как-то ярче стал наш город. Очень красивый город, очень много зелени, очень много деревьев, зеленых сожжений. Если район где-то можно, конечно, побольше зеленые посадки сделать, но это не сразу же все. Судя по тому, что мы увидели, выходя из вокзала, то тут достаточно много цветов. Можно было бы еще больше. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, в которой всегда рядом работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!